Выбирает другое. Ну, подсознательно, интуитивно, там, да, как-то по разным причинам, но по факту он это не делает. Понимаете, руководитель, помните, мы говорили про книжку в голове, да? Он должен выбросить одну книгу, чтобы поставить другую. Он должен запретить себе что-то делать тем способом, который ему привычен, и тогда просто сознательно освоить новый метод. Это, кстати, как безаварийная езда. И обучают водителей, уже имеющих опыт вождения, да? Им просто меняют одни методики на другие, одни рефлексы на другие. Человек учится ездить по-другому. Сначала он должен хотя бы научиться ездить. Просто. Как-то. Следующая проблема. Чрезмерное стремление к совершенству. Нет страшнее, чем руководитель-перфекционист. Дело в том, что зачастую наши требования к работам слишком высоки. Не удивляйтесь этому, да? Качество может быть избыточным. Потому что бывает, что руководитель, не дай бог, виртуоз. Вы понимаете? Для успеха бизнеса гораздо важнее, чтобы не вы работали на 5 баллов, а ваши сотрудники хотя бы на твердую тройку с плюсом. Потому что если они будут работать пятеро на твердую тройку с плюсом, это лучше, чем вы один работаете на 5 баллов. Понимаете? И вот это стремление к перфекционизму загубило ни одного руководителя, который из-за того, что сотрудники не могут достичь каких-то супер-гипервысот, просто не поручает им соответствующих работ, а все выполняют сам. Кстати, зачастую это смыкается с первым. Следующая понедельная недостаток опыта. Недостаток опыта управления. Если руководитель не имеет стажа управления, и в ряде случаев управляет более опытными в специфике бизнеса сотрудниками, то зачастую он боится опозориться, как-то так не уверен в своем умении руководить, и потому предпочитает работать сам, чтобы не получить какого-то афронта, чтобы не потерять свой авторитет, он предпочитает не подходить к подчиненным с поручением. Отсюда же не уверен и в своем праве отдавать распоряжение. Дело в том, что иногда руководитель отягощен избыточно демократическим воспитанием, и искренне как бы полагает, что он должен работать наравне с сотрудниками. Это очень опасное заблуждение. Руководитель работать вообще не обязан. Строго говоря, напоминаю идею про бездействующего руководителя. Руководитель имеет полное право весь день валяться в гамаке, с сигарой в зубах и с прохладительным у локтя. Если работа идет отлично, сколько угодно. Компанию по большому счету абсолютно не интересует, сколько вы работаете. Ее интересует, чтобы ваш отдел выполнил поставленные задачи. Что делаете при этом лично вы, умную компанию вообще интересовать не должно. Ее интересует результат. И от того, что отдел не выполнил нужного, а вы пахали весь в мыле, компании по большому счету, откровенно говоря, не легче. Да, поэтому, значит, руководитель должен быть уверен в своем праве отдавать распоряжения. Есть такое понятие, внутренняя правота, внутренняя сила. Мы об этом будем говорить на лидерстве. Да, руководитель имеет право отдавать распоряжения, требовать их выполнения. Ну, поручать работу, условно говоря, да, там, нагружать работу и корректировать. Руководитель имеет не только право, но и обязанность такую, которую он обязан исполнить. Не получается, значит, нужно этому учиться, а не работать самому. Следующее опасение, что подчиненные вас не взлюбят. Бывает у руководителя такая болевая точечка, он не любит нехорошего отношения к себе подчиненных, да. Подчиненные же, как правило, очень ловко этим пользуются, всячески демонстрируя руководителю собственное недовольство по поводу отдачи им каких-то распоряжений. Поэтому с таким качеством в себе надо бороться. Об этом будем немножко дальше говорить на мотивации, на лидерстве. По большому счету, китайцы все время говорили, что плох тот руководитель, которого встречают, там, которого не любят, не более хороший руководитель, которого встречают радостными криками. Настоящий руководитель вообще не заметен. Все присутствие, он как бы и не управляет. Вот этот бездействующий руководитель, да, его, собственно, и не видно вроде как. Следующая проблема, руководитель самолюбием боится допускать ошибки. Он не уверен в своем праве совершать ошибки, он боится насмешек подчиненных гипотетических или реальных. Он не уверен в том, что он имеет право, как бы, на ошибку, да, боится, боится своей дискредитации, боится потери авторитета. И поэтому предпочитает не отдавать распоряжения, тогда его ошибки вроде как никто не узнает. Да, я уже говорил, что руководитель имеет полное право совершать ошибки, главное пользоваться аккуратно. Да, и стремясь избежать ошибок, мы фактически вынуждены работать самостоятельно, хотя наших ошибок все равно кто-нибудь узнает. Следующее, неуверенность в своих подчиненных. Ну, поскольку мы не уверены, что подчиненные выполнят работу, мы на всякий случай ее не поручаем. В чем неуверенность? Бывает неуверенность в способностях, ну, то есть в компетенциях. А еще в чем может быть неуверенность? В вояльности. В исполнительности, да, в вояльности. То есть, знаете, как может он не хочет, да, вот мы даем распоряжение, а он не будет делать. Поэтому, будучи в этом неуверенно, зачастую мы работу оставляем у себя, а не отдаем подчиненным. Что является ошибкой? Работу мы должны отдать и с помощью контроля, координации иных инструментов лидерства добиться ее выполнения. А не опасаясь, что ее не выполнят, держать у себя. Это неправильно. Недостаток организованности, не позволяющий подготовиться к делегированию. Ну, мы уже так проходились по этим темам. Это неправильное отношение к управлению вообще, это мы разбирали вчера, да. Соответственно, непланирование времени на управление, да, и, соответственно, невозможно спланировать подготовиться к делегированию. Таким образом, мы говорили, много работы остается на столе руководителя, потому что в какой-то момент, когда он думает, неплохо бы это кому-то поручить, он явно видит, что работа не готова, поздно уже что-то объяснять, поздно планировать, остается пахать самостоятельно. Очень часто такая ляпа на руководство бывает. Цепочка вполне понятная. Неумение или опасение делегировать полномочия. Напомню, что передавая работу, мы, как бы тем самым, еще и должны передать какие-то полномочия. Полномочия трактуется как право-обязанность предпринимать определенные независимые действия. Что очень важно. Право-обязанность. Важный момент. И когда мы передаем работу, в ряде случаев мы должны довольно четко объяснить, что подчиненный имеет право сделать, а что обязан сделать. И когда мы это не умеем четко оговорить или с помощью регламентов описать подобные ситуации, то тогда мы и, собственно, не делегируем. Мы делегируем или делегируем. Но в ряде компаний сталкиваются, когда делегируется без полномочия что-то предпринимать. Когда собираются в кучу разные сотрудники, им отдается, называется, как в детстве, на драку собаку, кидается какое-то поручение, и они сами, по идее, должны там разобраться, что с этим делать. При этом не выделяется ни старший, ни ответственный, впрочем. Кстати, запомните, что если два сотрудника поручаются какая-то работа, и они равны, так сказать, по своему статусу, да, неважно, значит, один должен быть назначен старшим, это как в армии. Два солдата отправляются на задание, один назначает старшим. То есть я старший, вы младший, я приказываю, вы подчиняете. Все, никаких дел. Невозможно двоих отправлять, не распределив, кто из них старший. Недостаточная ясность задач или неумение объяснить их подчиненным. Значит, когда руководитель не дал себе труд немножечко разобраться с тем, что он хочет сделать, а это возникает при плохом планировании, потому что именно там мы определяемся с целями, и там мы часто застреваем, да, когда вот разбираешься с целями проектов, да, наверное, вы уже заметили мою гнусную маневру иногда задавать вопросы, но это не с целью отбиться от вас, а скорее, ну, немножечко стимулирует, что вы решили, а чего вы сами-то хотите. И если к этому мы не готовы, то делегировать работу проблематично. Поэтому важнейшая задача руководителя, какие-то темы устаканить сначала для себя, что достигается в процессе планирования. Именно там мы осмысливаем, что мы, собственно, хотим. Почему так важна смарт-система, система целеполагания? Потому что очень часто мы стали, надо вот это сделать. Зачем? Как зачем? Ну, это же вот надо сделать, представляешь, вот если мы это сделаем, я говорю, да-да, вот то что? Ну, должна же компания развиваться. Движение фишки, что ли?